Шалом, дорогие друзья, с вами Яков Шатагин из Иерусалима, а у нас на носу праздник Песах. На этой неделе начинается месяц Ниссан, прекрасный светлый месяц Ниссан, про который сказано «В Ниссане были спасены наши отцы из Египта, в Ниссане спасемся и мы, великий месяц спасения». А сегодняшний урок посвящается для удачи и успеха Йосеф Ицхакбен Михаил и для долгих лет жизни Михаил Бен Броня и Алла Нехама Батлилия. Давайте готовиться к празднику Песах. По закону мы обязаны за месяц до праздника уже думать о празднике и готовиться к нему. Мы в праздничную ночь, в самую святую ночь в году, в пасхальную ночь, будем с вами пользоваться помощью пасхальной Агады. Эта Агада диктует нам, вот как нам себя вести в эту ночь, в эту святую ночь. Все прописано до мелочей. 15 симоним, как нам себя вести, этап за этапом, как же нам проводить вот эту святую ночь. Написано в пасхальной Агаде, по мнению некоторых мудрецов, ее составитель был раби Акива, написано про раби Акиву в этой пасхальной Агаде, что к нему в гости приезжали его учителя великие раввины. Давайте разбираться. Есть очень четкие законы, что ученик должен вставать перед учителем. Есть очень-очень много разных законов, как сильно мы должны почитать раввинов своих учителей. Никогда и нигде, ни в каких писаниях не написано, что учителя раввины, великие люди, идут несколько дней в одну сторону к своему ученику, чтобы с ним отпраздновать праздник Песах. Почему раввины шли к рабе Акиве? Мы знаем, что в Песах очень большое внимание уделяется крови. Кровь – это первая казнь, которую получили египтяне. Нил был божеством Египта, поэтому Всевышний наказывает египтян в первую очередь через Нил. Смотрите, ваш бог, которому вы поклоняетесь, превращается в кровь. Вся рыба погибает. Тяжелейшая казнь. Также кровь присутствует в пасхальной жертве. Написано, что все мы должны были помазать косяки дверей кровью, чтобы ангел смерти не заходил в наш дом при последней казни первенцев. Кровь, кровь и кровь. Почему так много внимания уделяется крови? Потому что есть такой термин в иудаизме. Когда женщина, когда мама при родах теряет огромное количество крови, роды – это огромный риск для жизни. Есть специальное благословение для рожениц. Спасибо, Творец, что я вот выжила после родов. Это огромная угроза для жизни. Есть такой термин в Талмуде, что вот это кровотечение останавливается, и кровь, которая как бы символ угрозы для жизни, она превращается в питательное молоко для ребенка. Из этого ужаса родов, из этой страшной крови, которую потеряла мама только что, у нее появляется молоко, которое спасает, спасает маленького ребенка, который не способен жить без материнского молока. Кровь превращается в молоко – это термин из Талмуда, который означает, что всегда, когда приходит какая-то боль, когда приходит какая-то беда, это означает, что уже сейчас будет спасение. Ты, женщина, ты рожаешь, тебе так страшно и больно, чудовищная боль. Но знай, что эта кровь сейчас превратится в спасение для твоего будущего ребенка. Ты его спасешь и будешь его растить. А каждый ребенок – это целая вселенная, это просто уму непостижимо. Нам Бог делегировал возможность рожать, создавать людей, создавать целый мир. И ты, женщина, тебе страшно, ты потеряла много крови. Но знай, что скоро вот твоя боль превратится в новую жизнь, кровь превращается в молоко. Это удивительная аллегория, которая показывает, что любая трагедия, любая беда, любая боль означает, что уже скоро будет спасение. И в этой беде находится спасение. Египетское рабство – это было просто 200 лет концлагеря. Не 4 года, как при немцах, а 210 лет – кошмара. Написано в Кабале, что если бы мы не вышли в тот момент, когда мы вышли, еще бы одна секунда, мы бы уже не были бы детьми Авраама, Ицхака и Якова. Некого было уже спасать. 200 лет мучений, страданий. Но что, благодаря этим мучениям и страданиям мы очищаем грех первого человека. Мы очищаемся от греха продажи Йосефа. Мы очищаемся от всех грехов, и у нас есть возможность пойти ко Всевышнему и получать Тору. В ужасах Египта уже находится Синайское откровение. В этом ужасе, в этой боли, в этом адском мучении этого самого тяжелого рабства уже находится спасение. Мы очищаемся, и мы уже идем на гору Синай. Кровь превращается в молоко. Это праздник Песах. Увидеть, научиться понимать, что когда что-то происходит ужасно плохое, значит, что-то будет вот та же амплитуда, будет так же само с нами хорошо. В боли, в мучениях находится спасение. Уже, смотри, тебе больно? Тебе сейчас сложно? Знай, скоро будет спасение. Оно уже началось. Откуда я знаю? Потому что тебе тяжело. В любом тяжелом случае, ситуации, в любой тяжелой трагедии, не дай бог, находится спасение. Кто самый главный эксперт в этом вопросе? У кого есть супер очки, с помощью которых он видит в беде спасение? Это был Раби Акива. Раби Акива, там было с ним очень много разных историй. Говорит нам Талмуд, он однажды шел в какой-то город, и ночью у него была с собой только свечка, петух и осел, на котором он ехал верхом. Задуло свечку, умирает петух, его растерзало дикое животное, умирает осел. Он остается ни с чем. Сказал Раби Акива, раз такая беда со мной произошла, значит что-то будет хорошее. Все, что делает бог, для лучшего чего-то. Наутро он узнает, что соседью деревню напали на нее разбойники. И если бы горела бы свеча, шумел бы петух, или его осел бы там тоже шумел бы, издавал бы какие-то звуки ослиные и аа. Тогда Раби Акиву тоже бы обнаружили и возможно бы убили. И Раби Акива сразу уже обрадовался трагедией, что все его имущество вдруг перестало быть его имуществом. Он уже обрадовался. Почему? У него были супер очки, супер зрение великого Раби Акивы. Он сказал, а, случилась со мной беда, значит это в этой беде уже находится со мной трагедия. Еще один случай. Мудрецы гуляли по Иерусалиму. И увидели место, где разрушен храм. Великий храм, где находился Всевышний, где были постоянные чудеса. Вскопали, перекопали, вскошенное поле, даже не видно никаких вот следов этого храма. И бегает лисичка дикая по храму. Начали плакать мудрецы. Наш великий храм уничтожили до фундамента, перепахали дикие животные, здесь бегают. Раби Акива, он улыбается. Говорят мудрецы, ты что, Раби Акива, разрушенный храм, фундамент уничтожен. Ты улыбаешься? Это как? Как это понимать? Говорит Раби Акива, а почему вы плачете? Они говорят, храм уничтожили. Он говорит, да, но я уже в разрушенном фундаменте, в вспаханном, перепаханном здании храма. Вижу будущий третий храм. Скоро будет храм. Раз разрушили храм, раз сбылось предсказание, что храм будет вспахан, уничтожен, дикие животные, лисы будут бегать по зданию храма, значит, сбудется предсказание. И будут сидеть старики и старушки в отстроенном Иерусалиме. И я это уже вижу. Вы видите, что разрушенный храм, я вижу новый храм, обновленный, более роскошный, вечно третий храм. Раби Акива всегда умел видеть в плохом хорошее, видеть в беде спасение. Поэтому шли к нему ученики, извиняюсь, шли к нему раввины к своему ученику. Великие раввины идут к своему ученику. Почему? Потому что в этом аспекте он был намного более великий, чем они. Они пришли у него поучиться в праздник Песах, когда мы должны увидеть в мучениях Египта спасение, Синайское откровение, Эрец Исраэль. Такому можно научиться только в доме у Раби Акива, у которого супер очки. Шли они к нему много дней, чтобы пропитаться вот этим позитивным, правильным мышлением, что в каждой беде находится уже спасение. Что кровь матери превращается в целительное, спасительное молоко для ребенка. И в этом праздник Песах. Знать, что любая беда, египетское рабство, в нем уже находится спасение нашей души, наше очищение, Синайское откровение и земля Израиля. Вот как мы должны готовиться к Песаху. Вот секреты Песаха. Суть этого праздника. Увидеть во всем плохом. Увидеть великое спасение. Спасибо огромное за внимание. Хак Песах, Кашер, Весамех.